Витаю всех следующих и подписанных в канал «Сейчас». Я Олена Кырак и разум земной на стриме у Типури Наталья Полевина, российская оппозиционерка, правозахисная, член Кулитрады партии Парнас. Наталья, приветствую вас. Благодарю, что нашли время и возможность присоединиться. Здравствуйте. Спасибо вам большое. Вопрос сразу к правозащитнику, как человеку, который наблюдает, знает изнутри общественное мнение. Насколько они поменялись сейчас в России, чем они характеризуются, какие тенденции выделили бы вы? Знаете, к сожалению, ощущение, что перемен особых нет. К сожалению, изменений в положительную сторону в обществе не наблюдается. Наблюдается болото, апатичное настроение, люди хотят пересидеть, переждать. И вот этот вот авось, надеемся, что как-то пронесет. Пронесет в целом, пронесет, что касается мобилизации, те, кто под нее, возможно, последующую волну, о которой сейчас идет речь, попадут. Апатичное настроение, индифферентное, индифферентное сейчас большая часть общества. То есть как было, так более-менее осталось. Какая-то небольшая прослойка поддерживает активно войну, какая-то небольшая по-прежнему как-то минимально пытается протестовать, хотя это в России практически сейчас невозможно делать не без посадки в тюрьму. И остальные, в общем-то, просто нагнулись и стараются, в общем-то, выждать, переждать. Вот, к сожалению, пока вот такое настроение. Опять же, может быть, будет, когда начнется мобилизация, какой-то небольшой, небольшая эмоциональная пойдет реакция, которая все-таки была в первую мобилизацию. А так, в целом, общество не готово что-либо делать по поводу сегодняшней ситуации. Все более-менее понимают и на кухнях сидят и обсуждают, что да, экономика ухудшается. Правда, не сильными темпами идет ухудшение, точнее, спад идет не такой, в общем, прогрессивный, как можно было ожидать даже, но все равно это происходит. Но на кухнях это обсуждается, что да, это связано с санкциями, связано с войной. Но вот, опять же, даже с теми людьми, которые против войны, вот недавно разговаривают по телефону, который по-прежнему находится в России, говорят, ну, ты знаешь, в принципе, все терпимо, мне говорят. В общем-то, икону, да, цены растут, но как бы пока еще можем более-менее жить. Какая-то часть совсем таких оторванных, на мой взгляд, людей без какого-либо вообще там душевного состояния того или вообще какого-либо, они прямо вот наслаждаются жизнью. Это, конечно, очень сильно бьет по глазам, что называется, когда это видишь, когда видишь вот этих вот московских тусовщиков, живущих так, как будто ничего не происходит. Ну и в целом, если говорить об общем настроении, действительно, большая часть изо дня в день стараются делать вид, что войны не происходят. Вот что, вот какая вот основная вот сейчас картина, так сказать, по стране на то, что я вижу, то, как я это вижу. Прошу прощения. И поэтому каких-то запросов на перемены, на изменения, на то, чтобы кто-то повел народ, и вот он завтра встанет против власти и против войны, пока этого запроса, к большому сожалению, не наблюдается. На несколько тезисов тут вот хочу обратить ваше, чтобы вы продлили, да, эту мысль. И вот вы говорите о том, что есть желание как-то пересидеть. На вот минувшей неделе начали опять гореть военкоматы. Это будет как бы вот тенденционно. И вот под словом пересидеть, что имеется в виду? Меняют ли прописки, место жительства? Ведь сейчас, учитывая то законодательство, которое, в частности, было уже подписано кремлевским диктатором, выехать-то у тех, кто подлежит призыву, не получится сейчас. Вот как и где они будут пытаться пересидеть? Или это, собственно говоря, какая-то такая параллельная реальность, которую еще хотят верить люди в России? Ну, они будут стараться просто куда-то спрятаться и не показываться, и рассчитывать, что это пройдет мимо них. У меня есть знакомый хороший, у которого дочь погибла в Норд-Осте. Был такой теракт в центре Москвы, где ФСБ газом потравило собственных людей. Да, и там 130 человек погибло, включая дочь моего знакомого. И он о российском обществе с тех самых пор, это 2002 год. Путин всего два года, как был у власти в тот момент. Он так вот характеризует российское общество. «Нас не съели, пасемся дальше». И, собственно, вот это вот состояние «нас не съели, пасемся дальше», оно действительно очень хорошо описывает ситуацию, включая даже тех, кто может попасть под мобилизацию. Они будут ждать, придут с повесткой и начнут пытаться принять решение. То есть очень мало людей, вот то, что я вижу по опросу, очень мало людей реально строят какие-то планы, исходя из сегодняшней ситуации. Вот развилку какую-то себе, да, вот как бы тебя в теории надо поставить. Вот если за мной, если ты мужчина, признаваться. Если за мной придут, я сделаю это или это. Большинство, вот я даже опрос именно по этой теме видела, отвечают так, ну я не знаю, ну когда придут, тогда решу. Что он собирается решать, когда уже за ним придут, совершенно непонятно. Но, скорее всего, вот кто-то там говорил, да, я буду уходить, типа, лесами, там переночую тещи, потом, значит, лесами буду уходить. Ну какие-то вот такие варианты. Поэтому по поводу пересидеть, вот приблизительно в таком вот варианте я имею в виду. Причем это именно интенция, то есть какого-то плана конкретного, там какого-то, значит, уже места, где они скроются, где у них там уже запасы еды хранятся на этот случай. Ничего такого нету. Абсолютно логично мыслит Владимир Путин, когда он подписывает закон о том, что вы никуда, ребята, уже не поедете. Когда будет следующая волна мобилизации, если вы рассчитываете в Казахстан, то типа нет. Ну и на это большой реакции нет. Значит, я думаю, что большинство этих будущих мобилизованных сейчас думают, что ну где-нибудь там схоронюсь на даче, не знаю, там где-то еще там у знакомого в другом городе будут прятаться, потому что говорят, что если не по прописке, то вроде как не имеет права и все остальное прочее. То есть вот такое халатное отношение. Халатное отношение к себе, к своей судьбе. Я уже не говорю про вообще, так сказать, участие в кошмарнейшей, преступнейшей войне. И это то, почему, собственно, и Путин столько времени у власти, и в результате случилась вот эта ужасная, кровавая, трагическая война. Потому что халатное у народа российского отношение к себе, к своей стране, к своей судьбе и так далее. Вот поэтому здесь абсолютно, к сожалению, ужасным образом все укладывается в логику. Кстати, о недометеже, так называемом, недометеже Пригожина хочу с вами поговорить. Глава украинского СНБО Данилов говорит о том, что этот недометеж на самом деле это спецоперация Кремля. Как вы к этому относитесь? Как относитесь к тому, что происходит с Пригожиным, его окружением? И каковы последствия? Как это повлияло на элиты, этот недометеж кремлевский, и непосредственно на общество? Ну, то, что это какая-то была спецоперация Кремля, конечно, в это я не верю абсолютно. Это действительно была реакция Пригожина. Почему Пригожин тогда на свободе? Наградное оружие вернули, свободно колесит между Минском и Питером. Да, колесит. Во-первых, видимо, достигнуты были какие-то договоренности о том, что, в общем-то, да, он не садится в обмен на то, что он больше не будет рыпаться, и плюс, если будут необходимы его там эти солдаты, что они еще, значит, если надо, будут встанут в строй. Я так полагаю, что Путин при всем том, что он считает его сейчас предателем, и к предателям он относится, как он много раз повторял за эти 20 лет, как к самым страшным вообще людям, чудовищным, которых надо уничтожать. В данном случае он отошел от собственного, получается, правила и действительно позволяет ему гулять на свободе. Первая реакция многих людей, и моя в том числе, была, что Пригожин долго не проживет. Это, в общем, мне кажется, все транслировали эту мысль, более-менее в первые там дни после неудавшегося этого, точнее, не до мятежа, действительно, в полном смысле этого слова, потому что, собственно, он и не шел сменять власть. Он шел добиться того, что он считал ему положено. То есть это была такая вот бандитская разборка. Ему перестали приходить в тех объемах, в которых обещано было, деньги. В данном случае даже уместнее сказать бабки, потому что именно бандитская разборка. И, собственно, вот он шел добиваться тех, значит, плюшек и всего остального, что он имел на протяжении этого времени, которые перестали к нему поступать. Никакого, конечно, там большого плана о смене режима, этого ничего не было. И, собственно, все, в общем-то, логично произошло в этой связи. Поскольку у него и не было желания, и понятно, что не было сил доходить до Москвы, ну и, повторюсь, в первую очередь особого желания не было, то когда ему предложили некий вариант отхода и пойти на его условия определенные, то он на это согласился. Ему же вернули, надо вспомнить, что ему вернули все деньги. Ему, я думаю, там еще и дали то, что он просил, то, что до него не доходило какое-то время, там, тратушники, да, из-за которого он, собственно, шел на Москву. И, собственно, да. А сейчас то, что он по-прежнему гуляет, не просто гуляет на свободе, а еще и гуляет по России, ну, как бы в России стараются эту тему затереть и как-то не особо не комментировать, потому что это действительно выглядит довольно вопиюще, потому что много, в том числе, зетников, были возмущены тем, что Пригожин гуляет после того, как вагнеровцы сбили там вертолеты и погибло что-то почти 20, по-моему, этих российских военнослужащих. То есть это вызвало большой гнев у зетников. Ну, что такое зетники по сравнению там с Кремлем? Кремль принял, видимо, решение, что им спокойней, если дальше не тыкать палкой Пригожину. Вот хочет он гулять, пусть пока гуляет. Плюс, действительно, я думаю, что Путин не понимает, как дальше будет развиваться ситуация на фронте, насколько там что-либо вообще действительно может дальше Шойгу как-то разруливать и, видимо, считает, что это вот та группа, которая показала, как Путин считает свою эффективность, я имею в виду, Вагнер, и надо, в общем-то, с ними продолжать как-то взаимодействовать. Он изначально сказал, что вагнеровцы, пожалуйста, переходите к нам, но Пригожин сразу отрезал это как опцию. Они, типа, будут, видимо, вот так я полагаю, транслировать, что они будут делать, как я им скажу. Ну, а если делать, как я им скажу, то значит и Пригожин тыкать палкой дальше не нужно. Как это повлияло на элиты? Ну, вначале было ощущение, что вот сакральность Путина, все, ее больше нет, он лишен этой сакральности, вот этим мятежом, вот этим вот походом на него, фактически, на танках и БТР. Но на самом деле не сильно пошатнулись элиты. Я так полагаю, что закулисно там, где мы не видим, их строят к стеночке больше, чем когда-либо. Именно по той причине, что Путин тоже понимает, что он показал уязвимость, и этим могут воспользоваться люди его окружающие. Он, как известно, паранойик, он практически никому не доверяет, ни с кем не находится в близких отношениях, даже из своего окружения, у него там парочка человек, с кем он хоть иногда о чем-нибудь там говорит по-настоящему. Поэтому я думаю, что там зажато все больше, чем когда-либо, а поскольку там изначально никаких героев не просматривалось, способных на что-либо, на какие-то действительно шаги, там, скажем, да, настоящие, серьезные и меняющие ситуацию, то сейчас, я думаю, там все опять тоже затухло, перетухло, и вот в таком состоянии будет дальше. На чем держалась популярность Прикожина среди среднестатистического россиянина? На вот этих его посылах о том, что он за народ, так сказать, ну, он транслировал, что он за обычных солдат, все время вот он с ними там вместе грязь месил, не в кабинетах сидел, как он говорил, противопоставляя себя Министерству обороны, в теплых кабинетах, попивая чаек, как он рассказывал, а вот он там месит грязь вместе с солдатами, вот он, все эти кадры были, где он там ходит, в этом бронежилете, в этих сапогах и все остальное прочее. То есть вот он такой народный, да, был для людей, как он себя позиционировал. Конечно, никакой не народный, с золотыми слитками там и всем остальным прочим, да, но вот он так себя позиционировал, народ наивный во многом, и он в это верил. Ну, те, кто верили, те, кто к нему как-то тяготел, я имею в виду, конечно, что не большая часть населения, а там какая-то прослойка. Поэтому, я думаю, вот на эту картинку, то есть вот такой был, в общем, настоящий самопиарщик, такой талантливый, я бы даже сказала. Все те картинки, которые он, видео, которые он записывал, они реально, в общем-то, народу, так сказать, были по вкусу очень сильно. Ну, опять же, той же прослойки, которая к этому как-то тянется. И поэтому какая-то популярность у него была, и она даже росла. Я так полагаю, что, ну, я не знаю, насколько у него были бы шансы заняться какой-то настоящей, конструктивной политической деятельностью, но при этом, в общем-то, может быть, он бы и мог развернуться, если бы в какую-то, немножечко побольше, политически я имею в виду, если бы вот он не предпринял поход за деньгами на Москву. Тут уже, конечно, все обнулилось, потому что люди поняли, те, которые в него верили, что его вот, ну, он предал фактически, я думаю, что они так это более-менее себе объясняют, что это было с его стороны фактически предательства тех, кто как-то на него надеялся и как-то в него верил, потому что когда там каким-то небольшим разговором его развернули и отправили, и, в общем, непонятно куда, а потом еще и, понятно, демонстративно показывали по всем каналам бешеные его богатства, ну, тут уже совсем народ, который к нему тяготел, я думаю, разочаровался. Но изначально базировалось именно на этом популистском посыле «Я из народа, и я за народ». То есть за солдат, ну и за народ фактически. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин